40 активных сотрудников городских предприятий в выходной день боролись за кубок соревнований и право представлять наш регион на российском уровне в финале по северной ходьбе. Сегодня проходит завершающий этап в республике Башкортостан проекта «Северная ходьба. Новый образ жизни». И знаете, сегодня все команды отличаются от первого дня. То есть, когда они пришли, ну каждый вроде как сам по себе, как это вот они. Сегодня видно именно команду. И это так радостно. До финала соревнований с участниками проводились тренировки на протяжении трех недель, во время которых многие узнали, как правильно выбрать палки для северной ходьбы, как их держать и как правильно ходить. Когда мне посоветовали составить команду на скандинавскую северную ходьбу, я очень радостно приняла эту, потому что и возраст идет, и все время не побегаешь. А северная ходьба – это самый оздоровительный вид спорта. Думаю, каждый может этим видом заниматься. Поэтому я очень рада, что в нашем городе проводится сегодня соревнование «Северная ходьба». Спорт – это норма жизни. Возраст участников не ограничен. Главное было бы желание. Владимир Иванович более 40 лет проработал на салават-стекло. И когда ему предложили представлять свой коллектив на соревнованиях, то охотно согласился. Я ходил совсем по-другому. Сейчас правила совсем другие, требования на прямой руке. Ну, сейчас перестраиваюсь, уже ходьбу по-другому настраиваюсь. Ну, ничего, нормально. Такие соревнования сплачивает коллектив. Участники болеют за своих, поддерживают и, конечно же, ждут победы. Вноват для нас, конечно. Вот и решили поучаствовать, посмотреть, на что способны работники нового салаватской ТЭЦ. Хочется взять кубок первое место. Критериями оценки для судей стало не только время, но и правильная техника ходьбы. Длина дистанции же составила 2 километра. Ошибки считаются, вот именно, чтобы от плеча был маятник. Во-первых, чтобы работа руками была в полной амплитуде. И если локоть не выходит вперед при заносе палки вперед и запястье назад, там много ошибок, в общем-то. Но, в принципе, все делают одно и то же. За участниками наблюдали любители северной ходьбы и некоторые даже жалели о том, что не смогли принять участие в соревнованиях. Такие мероприятия были бы почаще и участвовали бы все, потому что дают спорт для людей очень-очень многое. После всех этапов соревнований лучший результат показали сотрудники предприятия «Салават Стекло». Они сегодня победители и будут представлять наш регион на российском уровне. Никита Черепанов, Лилия Шинязова, Дмитрий Клоков. Телекомпания «Салават».